Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Богодухновенной Псалтири «Помяни Господи Царя Давида и всю кротость Его». Мы будем читать 140-й Псалом, который в понимании древних очень тесно, тематически связан с Псалмом 139. Надписание этого Псалма по септуагенте греческой, Псалом Давида, также по церковно-славянски, потому что славянский всегда следует за септуагентой, а по-еврейски надписание «Мизмор Ле Давид», ну, то же самое, то есть Псалом от Давида, Ле Давид, от Давида. И начало этого Псалма «Господи, я взывал к Тебе, услышь меня, внемли глазу моления моего, когда я взываю к Тебе». Псалом небольшой, всего здесь 10 стихов, И, казалось бы, эти слова мы слышали уже неоднократно «Господи, я взывал к Тебе, услышь меня, внемли глазу моления моего, когда я взываю к Тебе». На самом деле не так все просто. По септуагенте получается так, сначала он говорит в прошлом времени «Господи, я взывал к Тебе», то есть взывал когда-то ранее, и в конце первого стиха «Когда я взываю к Тебе», то есть в настоящем времени, Получается, что Давид как бы уповает на те молитвы, которые он произносил ранее, и уповает на те молитвы, которые он произносит теперь. Действительность в нашей жизни были такие молитвенные прорывы, духовные прорывы, это бесследно ничего не исчезнет. «Да возносится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое поднятие рук моих, да будет, как жертва вечерняя». Как жертва вечерняя. То есть молитва – это как воскурение фимиама, а это надо делать и утром, и это надо делать и вечером. То есть это такой процесс, который его нельзя прекращать, нельзя его прерывать. Кстати, жертва вечерняя, она в древности была особо тучная, потому что к вечеру собиралось больше людей на богослужение, чем нежели утром, потому что утренняя молитва – это была очень родняя молитва, предрассветная молитва, и немногие ревнители собирались на нее. «Положи, Господи, охрану устам моим и дверь в ограждение уст моих». Здесь как бы Давид говорит по Златоусту и Зигабену «Приставь стражу к устам моим». То есть двери и ворота на восток служили для защиты и охраны домов и городов. А Давид молится, чтобы двери и ворота были приставлены к его устам. А с чем это связано, если выше он говорит о молитве? «Чтобы, когда я молюсь, Господь защищал бы меня от других мыслей, от других слов, от всего того, что непотребно во время молитвы». Конечно, трудно себе представить человека, который там поет псалмы и при этом начинает какие-то светские песни петь. Но иногда светская мелодия так может привязаться к человеку, что она навязчиво крутится в его голове и мешает ему молиться. «Не уклони сердце мое к словам лукавым». И слова какие-то могут всплывать в сознание. «Для измышления извинения во грехах вместе с людьми». То есть не надо искать для себя извинения и для других людей, совершающими беззаконие. «И да не соединюсь». «И да не соединюсь». А что это значит? «Да не сочтусь по-славянски. Да не сочетаюсь, как в браке сочетовается муж с женою, составляя одну чету с избранниками их. С избранниками их и по Феодориту избранными, называет людей лукавых и благоденствующих в своем лукавстве. А почему они избранные? Толпа всегда выбирает именно таких. Любая толпа между воровой и Христом будет избирать убийцу ворову и отвергать Христа, и кричать ему «распни, распни». То есть настроение толпы, коллективные грехи наших современников, это то, от чего мы должны дистанцироваться и не принимать участие в этих коллективных грехах наших современников. Об этом этот четвертый стих. Пятый стих. «Наставит меня праведник милостиво и обличит меня». То есть праведник обличает с милосердием. «Елей же грешника», то есть как бы милостивое отношение, «Елей – это символ милости, «Елей же грешника, да не помажет головы моей». То есть я не хочу принимать милосердие из рук нечестивых, потому что в этом наверняка какая-то подоплёка. Праведник пусть учит и вразумляет, а с грешниками не желают дружества и общения. Так по Феодориту. «Но и молитва моя, да не будет благоволения у них». То есть я не дожидаюсь одобрения моим молитвам, моим воздыханием, восклицанием перед Богом у этих нечестивых. Да я и не молюсь на показ перед людьми. Моя молитва обращена к Богу. «Пожраны были близ камня судьи их, имеется в виду, подобно Корею, Дафану и Аверону. Это событие, которое описано в 16 главе книги «Чисел». По Златоусту и Феодориту погибли вожди грешников, которые хотели свои жертвы приносить у камня. Имеется в виду у жертвенного камня. «Пожраны были близ камня судьи их, то есть те, которые их шовтим, их судьи. Услышаны были слова мои, ибо они могущественны, по Евсебию Кисарийскому, ибо пришли в исполнение». То есть могущественны слова не эти противники. В славянском тексте «возмогоша», то есть слова молитвы «возмогоша» опрокинуть нечестивых. И седьмой стих. «Как глыба земли распадается на земле, обычно это происходит при землетрясении, так кости их рассыпались при аде». То есть они бесконечно будут трястись от ужаса, находясь в аду, и от этого трясения, труса, рассыпаться будут их кости. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои обращены, на Тебя я уповал, не отними души моей». По Златоусту не лиши меня жизни, ибо Давид как бы говорит, «я посвящаю свою жизнь прославлению Тебя». Пусть эта песнь нескончаемо струится и льется. «Соферта Гелим», «Книга восхваления», так называется псалтырь на языке Давида. «Не отними души моей, поющей пред тобою». «Сохрани меня от сети, которую расставили для меня, и от препон со стороны совершающих беззакония». Сети расставляют лукавые, нечестивые. «Падут в сеть свою», то есть их настигнет то зло, которое они злоумышляли другим, как Аман был повешен на той самой весельнице, которую он приготовил для праведного Мардахея. Об этом рассказывается в книге «Исфирь». «Падут в сеть свою грешники, а я один», по-славянски «един», буквально с греческого «одинок», отдельно, наедине пребывающий, не имея общения с соседями грешниками, надеясь лишь на Господа и его мздовоздаяние. «Падут в сеть свою грешники, а я один останусь, пока не перейду, пока не перейду ее, то есть как сети, так и пути всей своей жизни». Это объяснение Афанасия Великого, Феодорита и Зигабена. То есть я перейду вот эти опасные пути, я совершу движение своей жизни до конца, прославляя Бога, и отойду в путь всей земли. Умирая, Давид говорит, я отхожу в путь всей земли, как некогда эти же слова говорил «Иисус Навин – преемник боговица Моисея». Итак, сегодня мы рассмотрели 140-й псалом, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы рассмотрим, далее мы рассмотрим 141-й псалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова